Так, виден экран? Виден? Виден, все видно. Просто убираем микрофон, чтобы не мешать тебе. Мой небольшой доклад, хоть и озаглавлен энергетикой войны, но мы тут затронем лишь небольшой фрагмент этой обширной темы. В первую очередь мы будем говорить о природном газе, о Турции и недавней тяжелейшей войне в Арцафе, а также о дронах или, как их сокращенно называют, БПЛА. Но прежде чем перейти к делу, хочу выразить благодарность профессорам института востоковедения РАО Армении Виктории Аракеловой и Гарнику Асатряну, во-первых, за предоставленную возможность представить некоторые результаты нашего анализа, а во-вторых, за то, что в это непростое время они не позволяют замереть нашему неформальному и, надеюсь, полезному общению в рамках клуба СРНДПТ. Основной тезис нашего доклада таков. Анализ данных по закупу природного газа Турции за последние 10 лет выявляет повторяющееся поведение, так называемый паттерн, наиболее отчетливо проявляющийся именно к началу 16-го и 20-го года. Это характерное поведение интерпретируется нами как элемент комплексной подготовки Турции по оказанию военно-политической и военно-технической помощи Азербайджану в развязывании четырехдневной войны в апреле 16-го года в Нагорном Карабахе и Второй Карабахской войне осени 20-го года. О чем, собственно, речь? Дело в том, что за первое полугодие 20-го года по сравнению с первым полугодием 19-го года российские поставки трубного газа в Турцию были снижены на 3,3 миллиарда кубометров. Если допустить, что Турция приобрела этот недокупленный у России газ у другого поставщика, скажем, Азербайджан, и приобрела его не по долгосрочным ценам 180 долларов за тысячу кубов, а за некоторую бонусную цену, допустим, 76 долларов за тысячу кубов, то в первом полугодии 20-го года подобным газовым маневром Турция сэкономила порядка 345 миллионов долларов. Много это или мало? За эту сумму можно, например, купить 69 беспилотников Байрактар. А если быть более точным, то за эту сумму можно приобрести у Турции 10 дивизионных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Байрактар ТБ-2 по 3 БПЛА в дивизионе, всего 30 БПЛА, плюс 10 дивизионных наземных станций управления и не менее 1000 управляемых ракет Рокетсан МАМ-Л. В эту сумму входят комплекты запасных частей, сервисное сопровождение, а также обучение личного состава. Мы не утверждаем, что именно это и происходило на самом деле летом 20-го года. Мы не говорим, что газовый маневр был совершен Турцией исключительно с целу сгенерировать возможность поставки Байрактаров в Азербайджан, что обеспечило технологическое превосходство вооруженных сил Азербайджана на поле боя, а заодно и поддержало финансово-семейный бизнес Эрдоганов. Вы, вероятно, знаете, что идейным вдохновителем и руководителем производства Байрактаров является зять президента Турции Сальджук Байрактар. Наша задача более скромна, но в некотором смысле и более фундаментальна. Мы собираемся показать, что Вторая Карабахская война, неизолированный эпизод Карабахско-Азербайджанского конфликта, не случайная эскалация того или иного инцидента на линии соприкосновения и не блажь вовреченных сторон. На наш взгляд, подготовка Азербайджана и Турции ко Второй Карабахской войне носила комплексный характер, имела значительный горизонт планирования и потребовала реализации долгосрочных многолетних мер. Мы остановимся только на энергетическом аспекте этой подготовки, точнее, на ее газовой компоненте. Начнем с запасов. Вплоть до недавнего времени Турция не обладала собственными доказанными запасами природного газа. Мы говорим до недавнего времени, так как примерно через месяц после июльской провокации вооруженных сил Азербайджана на севере Армении, а именно 23 августа 2020 года, Турция объявила об открытии залежи природного газа южного побережья Черного моря, так называемая площадка Туна-1. Факт сам по себе примечательный и указывающий среди прочих фактов на синхронность экспансионистских устремлений Турции последних десятилетий с усилиями по обеспечению энергетической независимости и диверсификации энергоносителей Турции. Как бы то ни было, зафиксируем следующее. На протяжении последних десятилетий Турция являлась и в течение ближайших несколько лет останется чистым импортером природного газа. Поскольку объемы хранилищ газа пренебрежимо малы по сравнению с объемом потребления газа в Турции, то динамика потребления целиком отражает все характерные особенности газовой политики Турции. Следовательно, наш анализ мы можем начать именно с потребления. На графике мы обобщили данные о годовом потреблении природного газа в Турции. Как видим, за последние 10 лет оно колебалось в районе 44-45 миллиардов кубометров в год. В 2019-м потребление составило 44,2 миллиарда кубометров. То есть столько же, сколько и 6-7 лет назад в 2012-2013 году, или столько же, сколько и в 2016 году. Подобное поведение не может быть случайным. Такие колебания не могут быть вызваны изменениями столь инерционных показателей, как население страны или число абонентов потребителей газа. Анализ не выявил их корреляцию и с колебаниями среднемесячных температур холодных времен года в Турции за исследуемый период, что могло бы объяснить подобные колебания в потреблении газа. Не просматривается сколь-нибудь заметная корреляция и с показателями экономической активности Турции за последние 10 лет. Нашу интерпретацию происходящего мы дадим чуть позднее. Здесь же зафиксируем следующее. За последние 10 лет Турция дважды снижала потребление своего природного газа и именно в 2016-2020 годах. Пока мы говорим не только о потреблении природного газа в Турции, но как же он доставляется туда? В основном из России, Ирана и Азербайджана. Это так называемый трубный природный газ, поставляемый магистральными газопроводами. На графике 2 мы обобщили данные за 10 лет по поставкам в Турцию из указанных стран трубного газа. Помимо трубного, Турция импортирует изжиженный природный газ, желтая кривая, так называемый СПГ. На графике мы приводим и кривую суммарных поставок СПГ в Турцию. Но сперва остановимся на трубном газе, ибо он составляет основу газового потребления Турции. Вычленим наиболее показательные моменты этого графики. Во-первых, как видим, Россия являлась и к концу 2019 года все еще продолжала быть основным поставщиком трубного газа в Турцию. Однако за последние несколько лет Турция снижала закуп российского газа, начиная с рекордового значения 2017 года до минимального в 2019 году. Итоговые показатели 2020 года не показаны на этом графике, так как в момент подготовки они еще не были опубликованы, но они лишь подчеркнут эту тенденцию на снижение. Во-вторых, обратите внимание, что за истекшее десятилетие это не единственное снижение закупа российского газа Турции. Аналогичное падение произошло и в 2016 году. Тогда поставки российского газа снизились с 23 миллиардов до 26 годов ранее. По своему объему снижение 2016 года составило 3-4 миллиарда кубометров, что вполне сопоставимо со снижением российских поставок трубного газа за первое полугодие 2020 года. В-третьих, характерным является наращивание объема закупа трубного газа у Азербайджана. В 2016 они составляли 6,5 миллиардов кубометров. В 2018 впервые за истекшие 10 лет Турция закупила у Азербайджана почти столько же трубного газа, сколько и у Ирана. А в 2019 году они составили уже 9,2 миллиарда, что заметно выше поставок иранского газа в Турцию. И произошло это тоже впервые за последние 10 лет. Ну а по итогам 2020 года объемы закупки азербайджанского газа Турции возрастут еще более. Таким образом, учитывая ситуацию ценовых ножниц между долгосрочными контрактными ценами Газпрома на российский газ и привилегированным характером поставок газа из Азербайджана проекта Шах-Денис-2 и Южный газовый коридор, комбинированные действия Турции по сокращению потребления газа с одной стороны в спонте график 1 и замещению российского трубного газа на азербайджанский график, на азербайджанский газ в спонте предыдущий график позволили Турции и Азербайджану высвободить определенный материальный и финансовый ресурс именно к 16-м и 20-м годам. В первом случае этот газовый маневр был растянут на два года с 14-го по 16-й, в результате чего было сэкономлено порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров или около 330-350 миллионов долларов. Второй газовый маневр Турции был более масштабным, он был растянут на четыре года с 17-го по 20-й, в результате чего было сэкономлено уже порядка 10-ти миллиардов кубометров газа, что эквивалентно порядка 1 миллиарду долларов. Собственно говоря, уже здесь мы можем сформулировать основной вывод нашего доклада. Газовые маневры 14-го, 16-го и 17-го 20-х годов были совершены Турцией и Азербайджаном для высвобождения определенного ресурса по оказанию помощи Азербайджану для ведения боевых действий в Арцахе. Напомним, что четырехдневная война в Нагорном Карабахе была развязана Азербайджану в ночь на воскресенье 1-го апреля 16-го года, а вторая Карабахская война была развязана Азербайджаном в ночь на 27-го сентября также в воскресенье. Однако, целесообразно чуть повременить с выводами и обратиться к более широкому геополитическому контексту, чтобы, так сказать, увидеть большую картину происходящего у нас в регионе и не потерять, как говорится, за деревьями леса. Мы затронем в кранце три фрагмента этой картины. Логику развития энерготранспортной инфраструктуры в нашем регионе за последнее десятилетие. Вопрос поставки сжижевно-природного газа в Турцию, который мы, вероятно, опустим. Вопрос о совместном Азербайджано-Туркменском освоении нефтегазового поля Сердар Киапас. Последний вопрос. На наш взгляд, имеет для нас фундаментальное значение, отнюдь не меньшее, чем, например, вопрос о статусе Нагорного Карабаха или так называемый процесс по открытии коммуникации в регионе, запущенный подписанием трехсторонного соглашения от 10 ноября 2020 года. Итак, развитие инфраструктуры. Этому вопросу посвящен целый ряд наших публикаций и для деталей отсылаю к ним заинтересованных слушателей. Здесь же повторим важнейшие аспекты этого вопроса. Развитие энерготранспортной инфраструктуры в нашем регионе, как и в целом вся геополитика Южного Кавказа за последние 30 лет существенным образом была обусловлена отдельными положениями так называемого большого торга 1994 года Grand Bargain of the 94. Так назвал один из бывших послов США в Казахстане сложный комплекс международных договоренностей и соглашений, включающих в себя мероприятия по вывозу из территории России стратегического ядерного оружия из Украины, Белоруссии и Казахстана, тактического ядерного оружия из указанных стран, а также из стран Закавказья и Балтии, подписание так называемых Будапештских меморандумов, формирование и реализацию так называемых обменных стратегий Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана в рамках формулы западной инвестиции взамен на стратегические отходы от России. И многое другое, включая подписание в Ассенарских договоренностей наследницы комиссии по контролю за технологиями, это печальный знаменитый Коком эпохи Холодной войны, или внедрение режима физического размежевания носителей ядерного оружия истребителей А-16 от баз хранения термоядерных бомб семейства Б-61 в Турции. Составным элементом этого большого торга явилась так называемая доктрина Клинтона Натаниаху Шеварднадзе Алиева она предполагала обмен оккупации Азербайджану нефтегазового поля Азеричирак Дюнешли в Центральном Каспии в Азербайджане это называют сделкой ВЭКа взамен на подписание Бишкекского протокола о прекращении огня в НКР а также закреплению за Грузии транзитной функции по развитию энерготранспортной инфраструктуры по оси Восток Запад в обход Армении и Иран и строительство нефтепровода Баку Добилиси Джейхан доставляющая нефть Азеричирак Дюнешли в Средиземное море и Израиль причем стратегическое решение о возобновлении войны в Арцахе Азербайджан принял в момент подписания Бишкекского протокола еще в мае 1994 года политическое решение о возобновлении войны Азербайджан принял после проведения так называемого конституционного референдума 2009 года когда оккупация Азербайджана поля Азеричирак Гюнешли в Каспии была закреплена конституционной нормой а пребывание у власти клана Оливых Пашаевых было обусловлено необходимостью военным решением Карабахской проблемы тактическое же решение о возобновлении войны в Арцархе было принято в Азербайджан и Турции вероятно в конце 14 начале 15 годов для того что проиллюстрировать работу инфраструктурной геополитики доктрины Клинтона Натаняху Шеварднадзе Алиеву взглянем на баннер использования в ходе официальной церемонии открытия нефтепровода Баку Табилиси Джейхан 13 июля 2016 2006 года прошу прощения он весьма выразителен и показан вот на этом слайде республика Армения тут выглядит вполне обреченной и ужатой республика Марцах Абхазия и Южная Осетия повезло и того меньше на этом бане их просто нет но обратите внимание как тут изображен Азербайджан точнее на выступ соединяющий его с Нахиджеваном и Турцией охватывающий Армению с юга и отрывающий нас от Ирана напомню это 2006 год это своеобразная графическая оговорка по Фрейду ведь казалось бы богатейшее нефтяное поле Азари Чиря Гюнашли уже захвачен Азербайджан юридический статус Каспия уже нарушен и там вовсю хозяйничает компания Бритиш Петроли нефтепровод Баку-Табилиси Джейхан уже проложен и вот-вот начнет действовать успешно обходя Армению и изолируя Иран и даже российским компаниям обещан кусок от этого пирога правда позже они были изгнаны из состава консорциума по АЧД но нет все равно нечто весьма существенное заставляет турецко-азербайджанских стратегов рисовать этот выступ соединять Азербайджан с Нахичеваном и Турцией и далее мы увидим почему а теперь напомним что спустя 10 лет с начала эксплуатации нефтепровода Баку-Табилиси Джейхан который заметим так и не вышел на своей проектной мощности Азербайджан начал четырехдневную войну в Арцахе а самые упорные апрельские бои 16 года шли именно на этом выступе и привели тогда к потере высоты Лелетепе более того ровно 13 июля но уже 2020 года вооруженные силы Азербайджана совершили военную провокацию на севере Армении в районе Тавуш вообще символизм дат весьма присущ турецко-азербайджанскому тандем вспомнил хотя бы юбилейный войны парад в Баку в честь 100-летия освобождения Баку турецкой армии и вспомним он проходил в сентябре 2018 года ну а как вы знаете в сентябре 2020 года Азербайджан развязал вторую Карабахскую войну в Арцахе инфраструктурный результат войны на сегодняшний день таков взят под контроль левый берег реки Аракс от района расположения Гесхода Афарин и гидроузла Кис-Каласи до Мельмуганско гидроэрригационного узла в районе Орадиза помимо этого южные районные Армении оказались под каждодневным давлением азербайджанских вооруженных сил Около двух тысяч боевиков исламистов растворились на границе с Ираном и Арменией нарушено геополитическое равновесие в регион Иными словами картина показана 15 лет назад на церемонии открытия нефтепровода Баку-Табилиси Джейхан почти что полностью притворена в жизнь Так доработает доктрина Клинтона Натаньяху Шевардадзе Алиева За последние 30 лет логика развития региональной энерготранспортной инфраструктуры протекала в основном рамках этой логики и служила целям войны социально-экономическому удушению Армении и изоляции России и Ирана от развития энерготранспортной инфраструктуры регионов Мы опустим вопросы связанные с использованием сжиженного природного газа в Турции и сразу же перейдем к нефтегазовому полю Сердар-Киапаз 21 января 21 года этого года спустя 11 дней после трехстороннего заявления об открытии коммуникаций по результатам второй Карабахской войны от 10 января 21 года появились сообщения о подписании соглашения между Азербайджаном и Туркменией по освоению совместного освоения нефтегазового поля Сердара как его называют в Туркмении или Киапаз как его называют в Азербайджане Туркменией отныне он будет называться Достлу или Дружба на тюркских языках а по оценкам азербайджанской прессы подписание этого соглашения знаменует собой второе после Карабахского урегулирования историческое достижение Азербайджана что нам необходимо знать по этому поводу во-первых по своим доказанным запасам природного газа Туркмения более чем в 10 раз превосходит Азербайджан во-вторых только своим газом из Каспийского месторождения Шахденис Азербайджан не способен стать стратегическим газовым партнером Турции и Запада в частности Италии заполнив в полном объеме газопроводы ТАП-ТАНАП и конкурировать с российскими газопроводами Голубой поток и Турецкий поток В-третьих поле Сэрдар или Киапаз целиком лежит в водах Туркмении по так называемой делимитации дна Каспия по серединной линии Заметим кстати что по этой делимитации в водах Туркмении лежит и половина поля Азари-Чиряк-Гюнышли уже успешно захвачено и эксплуатируемо Азербайджан Собственно говоря именно эти три факта и определяют геополитическую динамику Черноморско-Каспийского региона в ближайшие 10-20 лет и обусловят тут вопрос войны и мира С этой точки зрения можно говорить что для региона заканчивается эпоха нефтяного гамбита и наступает эпоха газового Эншпиля Важно понять что между этими эпохами существует знаменательный инфраструктурный параллелизм Если инфраструктурную основу эпохи нефтяного гамбита составило поле Азари-Чиряк-Гюнышли оккупировано Азербайджаном в 94-м году и нефтепровод Баку-Тобелиси Джейхан с ангачальским терминалом запущенным в 2006-м году то инфраструктурная основа газового Эншпиля станет поле Сердар или Кяпаз и так называемый Транскаспийский коннектор и коммуникационный коридор Баку-Нахиджеван-Карс Если идеологическая основа эпохи нефтяного гамбита служил большой торт 94-го года и доктрина Клинтона Натаниаху Шеварднадзе Алиева то аналогичный урод для эпохи газового Эншпиля играют вероятно Азербайджан и туркменские договоренности достигнутые по всей вероятности на Каспийском саммите 2018-го года так называемая стратегия по растягиванию России разработанная в США в 2018-19 годах корпорации РЕН и собственно реалиями образованы по итогам Второй Карабахской войны 2020-го года в настоящее время по всем этим направлениям в регионе и непосредственно у нас идут активные процессы добавим только что геополитика нефтяного гамбита стоила региону Южного Кавказа 5 войн более 40 тысяч убитых и более 2 миллионов беженцев регион остается разорванным продолжается блокада Армении и изоляция России и Ирана каково будет будущее эпохи газового Эншпиля думаю ответ покажет время и степень нашей способности понимать суть происходящего наше умение действовать в долгую решительно и обдуманно благодарю за внимание Большое спасибо Арару Ценович конечно это просто информация к размышлению скажем так я думаю будут множество вопросов дополнений дискуссионное поле открыто пожалуйста у меня тоже есть какие-то вопросы но я бы хотел чтобы сначала наши гости участники подключились и так сказать высказались пожалуйста у меня есть вопрос Виктория если можно пожалуйста слушаем так пожалуйста я искал данные по запасам разведанным запасам подтвержденным газом в этом новом месторожении которое они назвали Досталук нашел цифры по нефти но по газу ничего нет у тебя есть какие-то цифры меня слышно слышно отлично да эти цифры и я вышлю вам их но в целом доказанные запасы Туркмении составляют свыше 20 триллионов кубометров доказанные запасы Азербайджана составляют газа природного газа составляют чуть больше 2 триллионов кубометров что касается Сэрдар Кяпаза там нет понятия доказанных запасов там есть понятие разведанные запасы и в частности это оценки еще советских времен так называемого ливановского месторожения в Каспии но предварительные оценки есть я их вам пришлю но понятие доказанные запасы это термин это очень определенный термин и например ежегодники Бритиш Петролиум по которым собственно говоря я и ориентировался при подготовке этого доклада фиксируют только доказанные запасы ни о каких разведывательных или теоретических запасах там и речи нет спасибо Артат вы можете продолжить дискуссию беседу что угодно можете дополнить что-то у вас кстати выключен микрофон на всякий случай Виктория у меня подвисает связь очень сильно я половину ответа ранее услышал вы мне говорили что выключен микрофон я нет я сказала что у вас если у вас есть еще что сказать дополнить может быть представить какое-то видение или какие-то данные я просто хотела сказать что у вас выключен микрофон чтобы вы знали об этом если вы не услышали полностью ответ АРА он обещал прислать вам интересующие вас данные и я еще хочу сказать такую вещь что не сам доклад но статья с релевантной темой опубликуется в нашем ежегоднике трудов института высоковедения РАО Кавказа Каспика пятый том уже в типографии он на днях выйдет и электронная версия обязательно будет помещена онлайн то есть можно будет и твердую копию получить и почитать материал вот на эту тему онлайн как и все остальные материалы публикуемые у нас спасибо я поясню свой вопрос к чему он был я пытался просто понять какие там разведанные запасы газа к тому чтобы понять насколько они смогут заполнить вот эту проектную мощность ТАП ТАНАПа под 32 которая сегодня по-моему там где-то под 16 да идет насколько они достаточно ли чтобы заполнить на несколько лет ТАП ТАНАПа достаточно ли они чтобы достичь проектной мощности или нет вопрос понятен я сейчас не приведу вам конкретные цифры но вышлю вам обязательно это разведанные запасы вот этого поля применительно к середарке АПАЗу говорить о доказанных запасах не приходится для нас же важно зафиксировать следующее доказанных запасов газового месторождения Шах-Денис азербайджанского явно недостаточно для заполнения газопровода ТАП ТАНАП для этого необходимо подключить иные источники газа в этом смысле месторожения Сердарке АПАЗ именно так и планировалось использовать доказанные запасы этого месторожения я думаю будут весьма существенны и они именно их наличие и обуславливают стратегический смысл строительства газопровода ТАП ТАНАП таким образом вот этот южный газовый коридор он не связан с Азербайджаном а он связан с большим геополическим проектом так называемого транскаспийского коридора по привлечению углеводородных богатств Средней Азии через Каспий через Азербайджан в Турцию и Европу Ясно Роджим спасибо Спасибо У меня есть еще какие-то вопросы пожалуйста с точки зрения может быть что-то просто интересное связанное с темой у кого-то есть какие-то материалы данные которые могли бы послужить дополнением сказанного Ну тогда у меня вопрос какой Включите микрофон если вы Один вопрос пожалуйста score 웃 Последствия вот этого уже так сказать какого там газовый гамбит кончился или нефтяной гамбит кончился новый гамбит начинается последствия какие будут там последствия нового вот этого Вы мне сказали Начинается не газовый гамбит а как раз газовый Энштейн Чтобы ответить на вопрос, господин Асатарян, чтобы мы с вами ясно осознали, чем закончился нефтяной гамбит, а закончился он очень тяжелыми результатами для Армении. Так вот, чем закончится гажзовый эндшпиль, я уже как бы сказал, это будет зависеть от степени нашего осознания сути происходящего, нашей решимости действовать в долгую, действовать решительно и действовать осмотрительно. Это может привести как к положительным, так и отрицательным результатам. Прошу прощения, я хочу это подчеркнуть, что сейчас мы находимся в точке бифуркации, важнейшей точке бифуркации, такой же приблизительно, в какой мы находились в 1994 году. И здесь важно, так сказать, учесть уроки предыдущего и не повторить их заново. Хорошо, какой предел, так сказать, нежелательных последствий для Армении? Потеря государственности и исчезновение с политической карты мира. Понятно. Если больше вопросов нет, тогда лучше выключить микрофон. У меня тоже такой вопрос, учитывая негативные последствия для Армении, о котором мы сейчас говорили. Можно ли сказать, что эти последствия негативны не только для Армении, но и для других государств или, может быть, даже цивилизационных пластов, назовем это так. И в плане того, что будет, в плане того, как точка бифуркации, куда она, так сказать, разовьется. Есть ли некая ниша Армении в этом? Предположим, все осознали, учли мнение экспертов, есть некая политическая воля. Есть ли некий люфт или ниша, в которой Армения тоже может действовать активно и как субъект? Или надо рассматривать этот формат действий только в рамках некоего большого альянса, союза, по крайней мере, тех стран, для которых последствия произошедшего также можно обозначить как крайне негативные? Прекрасный вопрос, Виктория Александровна. Слышно меня? Слышно. Чтобы ответить на него, так сказать, более наглядно, мне хочется показать вот этот слайд. До сегодняшнего момента геополитическое развитие региона происходило в основном по оси восток-запад. Именно вот эта ось как бы формулировала геополитические и коммуникационные реалии у нас в регионе. А ось север-юг оставалась недоразвитой и недостаточно сильно себя проявляла. Таким образом, отрицательные последствия, они, разумеется, фиксируются не только для Армении. Они очевидны для Ирана и очевидны для России. Это хорошо понимают в Иране, в определенных кругах Ирана. Это достаточно ясно понимается определенным срезом аналитического сообщества в России. К сожалению, не все. Но в этом смысле Армения, Иран, отчасти Грузия и в большой степени Россия находятся в одной связке геополитического и коммуникационного коридора север-юг. Мне хочется подчеркнуть, что выигрываем мы или проигрываем, будет ясно о том, как сложится судьба железнодорожного участка Решта-Астара в ближайшие годы. От этого очень многое будет зависеть, как будут в дальнейшем развиваться события у нас в регионе. Благодарю. А Решта-Астара, насколько я знаю, пока стоит. То есть, во всяком случае, иранцы не проявляют активную, если я не ошибаюсь, активность в завершении этого проекта. Но все равно им когда-то придется это закончить. То есть, они сделают. Тогда нам ничего не сведет. Думаю, да. Тем более, что вы правы совершенно гарантируете. Сейчас этот проект как бы завис, и он не имеет свое продолжение на земле. Рассматриваются несколько других проектов. Как вы знаете, сейчас идут активные процессы по разблокировке коммуникационных путей у нас в регионе. Хочу отметить, что вот этот коммуникационный путь Баку-Сюник-Нахчеван, он предназначен в стратегическом смысле именно для обслуживания вот этого большого проекта, связанного с освоением газового поля Сердар. А также для построения железнодорожной ветки, а дальше и, возможно, газопровода Шаруж, Игдыр и далее в Карс. Тем самым Турция и Азербайджан возьмут в полную железнодорожную блокаду Армении. Это очень большой и интересный вопрос. Я лишь хотел подчеркнуть, что строительство или не строительство железной дороги Рэшта-Астара будет служить индикатором, куда движутся процессы. Спасибо. Мы получаем какой-то там процент через то, что там дорогу откроют вот сейчас, во всяком случае, эту линию коридорчику? Кстати говоря, прошу прощения, были видны слайды, которые я показывал? Да, да. Да, были видны. Это зависит от договоренностей, которые будут сопутствовать раскрытию этих коридоров, конкретной договоренности. Будет ли Армения получать некие транзитные преференции в случае использования ее территории? Это все будет зависеть от конкретных переговоров и конкретных деталей этих договоренностей. Хорошо. Экс-территория будет принадлежать Азербайджану, дорога? Экс-территория, скорее всего, это будет такой, то есть планируется, чтобы, допустим, эта дорога или данный коммуникационный маршрут принадлежал консорциуму, который будет эксплуатировать данный коридор и иметь такой экс-территориальный статус. Разумеется, это не совсем приемлемо для Армении. Но Армения может протестовать. Не совсем не приемлемо. Зависит от власти Армении. Ну это да, верно. Верно. Если у нас рычаги противостоять этому, предположим, власти реагируют адекватно, возьмем идеальное состояние, есть ли у Армении рычаги каким-то образом изменить что-то в этом предполагаемом состоянии дороги? Конечно, есть. И весьма интересные. Здесь не место их перечислять, но Армения суверенная страна, часть международного сообщества. Кроме того, Армения занимает уникальное положение, как географическое в регионе, так и, если угодно, цивилизационное или этнически-этнографическое. У Армении масса рычагов воздействует на ситуацию. Прекрасно. Прекрасно. У Армении одной, я рада вам согласиться, таких рычагов не существует. Это все должно быть скоординировано как с Россией, так и с Ираном, которые являются наиболее заинтересованными сторонами в несколько ином решении этого вопроса. Позвольте сформулировать более осторожно. Эти рычаги только усилятся при консолидированной работе Ирана, Армении и России. Если позволите, я хочу сделать дополнение, раз у нас образовалось некоторое время дополнительное. Но для этого я должен опять перейти в режим показа, прошло прощение. Речь пойдет о геополитическом контексте происходящего. Дело в том, что зачем в свой анализ я включил и сжиженный природный газ. Поставки сжиженного природного газа в Турцию очень любопытны. Но сжиженный природный газ это еще тот энергоноситель, который и формирует общее геополитическое поле на всем европейском континенте. Как вы знаете, вопрос СБГ, он ключевой в этой глобальной стратегии по растягиванию России. Когда давление оказывается и на Германию, и на Польшу, и на Балтийские страны, и на юг Европы. И вот американские поставки турецкого газа в этом плане очень любопытны. Вот эта динамика поставок сжиженного природного газа в Турцию, прошу прощения. Как видим, они начались в конце 2015 года, сразу после сбития российского самолета в небе Сирии. С нуля они возросли до 89 миллионов кубометров при цене вот такой. И через год цена упала в пять раз, а объем поставок начал существенным образом расти. И только, значит, данные только за январь 2020 года уже свидетельствуют, что из США в Турцию было поставлено 2,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа. Причем, значит, только за первые два месяца 2020 года, то есть за январь и февраль 2020 года, из США в Турцию было поставлено больше сжиженного газа, чем за два предыдущих года. Вот такая динамика поставок вообще сжиженного природного газа вывозит всю геополитическую ситуацию на уровень гранд-стратегии и глобальной геополитики. Здесь на этом графике показан график цены на газ и показаны электоральные циклы выборов президента в США. Как видим, из четырех случаев, трех, у нас к этому времени происходили войны. Это грузино-абхазская и осетинские войны 2008 года, война 2016 года и война 2020 года. Это очень интересный почерк, это проявление, как я его называю, геополитическое проявление закона Фарлия. И это почерк ближневосточных конфликтов арабо-израильских войн. Когда вот такие локальные войны увязываются с электоральным президентским циклом выборов в США. Так вот, мы должны учитывать и это обстоятельство, и мы должны учитывать конкретные пункты вот этой стратегии по растягиванию России корпораций РЕНД. Я очень рекомендую заинтересованным слушателям ознакомиться с этой стратегией. Она невероятно откровенна и очень информативна по своим целям и предложенным методам. И мне кажется, еще важно подчеркнуть следующее обстоятельство. Прошу прощения. Это последнее, чтобы я... Как мы уже сказали, вот эти войны, они явились следствиями большого торга в 1994 году. И, значит, логика и особенности развития нефтегазовой инфраструктуры в регионах. Динамика поставок жиженного природного газа в Турцию, а также характерные особенности поведения цены на природный газ в 2016 и 2020 году, заставляют заключить, что поведение военно-политического тандема Турции и Азербайджан включено в более широкий геополитический контекст стратегии Extending Russia Rent Corporation и стратегии по расчленению Ирана командно-штабных игр ГААД 2012-2013 учебного года. Благодарю.